Крестный ход, приуроченный ко дню иконы Божьей Матери, неупиваемая чаша, прошел в Александро-Невской лавре. Его организовал Координационный центр по правоводействию наркомании и алкоголизму, и в архиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и трезвенческие общины Санкт-Петербурга. Среди крестоходцев были и наши корреспонденты. Соборный молебен о трезвом возрождении России у храма святителя Николая Чудотворца на Никольском кладбище Александра-Невской лавры возглавил руководитель Координационного центра протеерей Максим Плетнев. Молились трезвенники перед иконой Божьей Матери, неупиваемая чаша. Благословен Бог наш, всегда, ныне пресный, во веки веков. Аминь. Христос воскресе из нервы, смертью с неба прах, и сущий боговек живота ровах. Конечно же, это икона, перед которой молятся во время, так сказать, беды, когда посетила человека или родственников людей, посетили страсти наркомании, алкоголизм, винопитие. Вот. И поэтому молебен, конечно, был, там были прошения именно об исцелении, о духовной помощи, о помощи Бога и Богородицы вот в этой тяжелой беде. Крестный ход останавливается у мест последнего покоения трех самых известных трезвенников Петербурга. У могилы священника Александра Рождественского, митрополита Иоанна Снычева и организатора современного трезвеннического движения Владимира Михайлова. Первая остановка у отца Александра Рождественского, конечно, у него. Потому что это именно он положил свою молодую жизнь, 32-летнюю всего, все отдал на дело трезвости Петербурга и всей России. Вот. И именно с него началась всероссийская Александровская общественная трезвость, которую после него возглавил отец Петр Миртов, настоятель храма у Варшавского вокзала. Вот. И он достойно его продолжил. Если при кончении отца Александра общественной трезвости начитывалось 70 тысяч членов, то в 1917 году, когда практически прекратилась нормальная церковная жизнь при отце Петре, это вообще 140 тысяч членов трезвости. Вы представляете, сколько было трезвых голов, трезвых семей в России предреволюционной? Когда трезвенческие ходы в Александровской лавре проходят, мы обязательно посещаем могилу преснопамятного митрополитияна, потому что это было благословение, священное начале нашему движению. Поэтому мы живы, мы живем и трудимся. Помоги нам всем, Господи! Христос воскресе! Христос воскресе! С каждым годом крестоходцев становится все больше. И, может быть, уже скоро движение станет таким же массовым, как и до революции. Конечно, когда трезвенческое служение будет наполнено вот этой вот христианской культурой, то мы и получим те объемы и те результаты, которые были. Продолжение следует...